Современная российская спортивная гимнастика славится именами наших золотых олимпийцев Нагорный, Белявский, Далалаян, Облязин. Но смена поколений неизбежна, а в основе команды есть и другие талантливые ребята, вчерашние юниоры, которые постепенно заявляют о себе. Обычный день в Московском среднеспециальном училище Олимпийского резерва номер один. Гимнастический зал заполнен, у юных спортсменов сдача нормативов и контрольная тренировка перед первенством Москвы. Но сегодня речь пойдет не о них. Сегодня наш герой – вот тот высокий парень, который сосредоточенно повторяет элементы на брусьях. Это Евгений Кисель. К 18 годам многократный победитель и призер первенства России среди юниоров и двукратный чемпион России в команде. Женя с самого детства показывает хорошие результаты спортивные. Хороший парень, талантливый и работящий, что самое главное, потому что у нас спортивная гимнастика – очень сложный вид спорта, как с физической точки зрения, так и с корреляционной. И у Жени с детства получалось с этим всем справляться. И это мнение не только тренерского штаба. В моменте он очень сильно вырос, окрепчал, возмужал. У кого-то это позже происходит, у кого-то раньше. А у него это так все резко, вот как будто прям когда надо произошло. И у него прям пошла вот эта взрослая гимнастика, которая сейчас необходима, чтобы соревноваться со всеми лидерами спортивной гимнастики. В 2022 году в карьере Евгения произошел переломный момент. Его отобрали в основу национальной сборной. Это даже не знаю, как описать словами. Просто восторг, реально восторг, когда вот ты вместе в строю так стоишь с олимпийскими чемпионами. Я вот помню, первый день мой был, я стоял вот так, нет, даже мандраж какой-то был. Там Валерий Павлович говорит, задание так, Женя, иди вот туда, вот я вот такой, да, вот так иду, так прям страшно что-то делать вообще. Просто восторг такого, восхищение даже вместе тренироваться, да и сейчас даже так же. И это далеко не случайность. Евгений успешно выступал на юниорских стартах и практически с каждого уезжал с медалями. А на первенстве России в Казани соревновался с травмированным голеностопом. Более-менее выступил, выиграл кольца, третий на брусьях стал и третий на перекладине. И меня вызвали на просмотр в основной состав. А затем случился первый серьезный старт уже на взрослом уровне. Всероссийская спартакиада в Казани осенью 2022 года, где гимнаст выступал в составе сборной Москвы в командном многоборье. Из-за санкционного режима в прошлом году Федерация спортивной гимнастики сделала новые соревнования. Это спартакиада сильнейших. Они разрешили делать состав команды как из основных спортсменов, так и ребят из юниорского сборного состава. То есть у каждого федерального округа команда наполовину состояла и из юниоров, и ребят уже более взрослых основного состава. Кстати, по итогам спартакиады сборная Москвы одержала победу. Золотой успех повторился и на чемпионате России в Казани уже в марте 2023 года. И Евгений тоже внес вклад в эти достижения. К сожалению, времена сейчас неспокойные. На ведущие международные старты наши спортсмены не допущены. В связи с этим перед участием на внутренних чемпионатах гимнасты и их тренеры решают – добавить новые элементы или пройти все снаряды без рисков. Пока нет крупных соревнований, есть возможность усложнить комбинации и попробовать обкатать новые элементы. Потому что уже на серьезных соревнованиях там, конечно, все должно быть выверено до миллиметра. Программы должны четко исполняться и вставляться элементы, те, которые точно гимнаст хорошо исполняет. Все зависит от тактики. Какой снаряд идет, сколько сил у спортсмена осталось – это они с тренером и с главным тренером вместе решают. Но, читая между строк, все-таки напрашивается следующий вывод. Чтобы составить конкуренцию действующим российским чемпионам и, учитывая изменения в правилах от Международной Федерации Гимнастики, усложнять программы нужно. Это и было сделано Евгением и его тренерами Кубку России, который прошел в августе-сентябре этого года на Сириус-арене. Ставили на перекладину сразу два новых элемента. Это перелет Ткачева прямым телом с поворотом на 360, называется Люкин. И элемент двойной сальто вперед с поворотом – Пеган. Женя успешно их исполнил, но, к сожалению, во второй день финала Многоборья второй перелет оторвался. Я сделал элемент Пегана, но попал на складку вот такую вот. И, получается, я вот после вот этой складки делал оборот, и я вот чувствую, что, ну, что-то с накладкой не так. И я хотел ее выпрямить. Я думал, что она вообще порвалась. Грустно-печально, на самом деле. Хотел его очень сделать. Перед Кубком тренерами и гимнастом была поставлена высокая цель – набрать 84 балла и войти в тройку призеров. Ну, я ее не выполнил. А ты набрал? 79. Ну, почти 80 баллов. Зарешал, на самом деле, конь. Потому что я его очень грязно сделал. Ну, очень грязно. Я его делал на силе. Конь – это технический снаряд. Его нельзя с силой делать вообще. Я сделал на силе, да, протащил коня, но оценки нет. С детства мне не задалось, не знаю, не прям сильно люблю этот снаряд. Тяжело мне дается. Ну, физически нормально, но вот именно морально. По итогам цели не достигнуты, но тем не менее, можно отметить и положительные моменты. Во-первых, добавлены новые элементы в упражнениях на брусьях, кольцах и перекладине. На трех снарядах ставить новый элемент, на самом деле, это очень тяжело. Даже если ты, допустим, делаешь комбинацию на перекладине, ну, не знаю, года три, наверное, одну и ту же комбинацию, и ты вставляешь новый элемент, это уже, ну, все меняет. Кардинально все меняется. Во-вторых, после трех снарядов в финале многоборья Евгений занимал первое место. Дальше мы знаем, что произошло, но даже с падением на перекладине и не лучшим исполнением программ на вольных и коне, он вошел в призы и занял шестое место. Конечно, внесла свои коррективы недолеченная травма голеностопа. Пожелаем спортсмену скорейшего выздоровления. А сам Евгений настроен позитивно. Конечно, хотелось лучше, но я буду над этим работать, тренироваться еще больше. Ну, я как говорил, что я встал на новые элементы, я их сделал, и это уже успех. После Кубка России времени на полноценный отдых нет. Тренировки продолжаются, хоть и в более щадящем режиме. Далее спортсменов ждут два сбора в Абу-Даби и на спортбазе Озеро Круглое. И новые старты. В этом году таких серьезных стартов нет. Есть какие-то турниры, но каждый по желанию будет ездить. Но я думаю, я буду сейчас пока восстанавливать ногу и учить новые элементы. А в следующем году у нас два серьезных старта. Это игры Брикс и игры Дружбы. Я помню первую свою тренировку, я пришел с мамой. Меня тренер повел на канат. Мне было 4,5 года. И я, получается, вот подхожу к этому канату, а я гиперактивный был в детстве. Очень гиперактивный. Сейчас, по-моему, ничего не поменялось. Да не думаю. Вот, и я залез по этому канату, вот до верхнего, прям сразу. 4,5 года. Я помню, тренер стоит вот так, смотрит, он боится. Ну, потому что, мало ли что, могу отпустить руки или чего. Он такой, слезай, слезай там, аккуратно, вот так, держись ногами. Вообще ситуация интересная. Семья Жени, мама Натальи Викторовна, папа Евгения Николаевича, родная сестра Катя, мастера спорта по дзюдо, а ныне действующие тренеры. И, конечно, в детстве Женя тоже посещал секцию дзюдо. Три раза в неделю я ходил на гимнастику на одну тренировку, это понедельник, следят, пятница. А в выходные я приезжал во дворец, где у меня работают родители, там, сестра. И я там занимался дзюдо с отцом и ходил на плавание. Но в итоге любимым и основным спортом стала спортивная гимнастика. Имена кумиров, на которых равняется Женя, говорят сами за себя. Ну, конечно же, безоговорочно, это Алексей Немов. Я как бы раньше равнялся, когда маленький был, вот, но Алексей Немов, когда, ну, ты не умеешь такие, там, коучи, ты вот так смотрел на эти элементы. Такой, ничего себе. А сейчас это, конечно, наши олимпийцы. Что они показали на Олимпиаде, это, у меня даже слов нет. А что Артур Доллоян, как он выступил с травмированной ногой. Да, это подвиг, я считаю. На юниорском уровне Женя выигрывал конкуренцию у новой восходящей звезды Даниэла Маринова. Но на взрослых стартах Даня пока выступает сильнее. Мне кажется, мне не хватает исполнения. Вроде бы сложность на снарядах присутствует, да, сложные перелеты там делают. Да, да, вот в том-то и дело. А оценка маленькая. Элементы вроде быструю учу, да, там сложные, даже вставляю в комбинацию, но они не так смотрятся, как у Дани. То есть он прям делает, у нее линия, у меня, ну, у меня особой линии нет. Где-то у него базы повыше будут моих, там, допустим, на коне у него база выше, вот сейчас на прыжке у него. Есть на чем работать, и надо усложняться и чиститься в первую очередь. 14 лет в гимнастике – немаленький срок. И, конечно, как у любого спортсмена, уже не бывали непростые моменты и досадные травмы. Когда был в резерве молодежного состава, мы тренировались в Зенигороде, тогда на сборы ездили. Я помню, в субботу была запечатленная тренировка перед сбором дома, а в воскресенье надо было ехать уже туда на сбор. И я вот, помню, сломал кость на ракетку. Я на перекладине как раз-таки перелет выполнил. И близко его сделал, руки поставил не так, и у меня перелом. А на обидные поражения он реагирует с чемпионским настроем. Первые мои соревнования, по-моему, были по третьему юношескому разряду. Я вообще ничего, никакое призовое место не занял. Как бы там дали утешительный приз, знаешь, там шоколадную медаль, там вот так повесили, и все круто, все дети рады. А мне было грустно. Я вот помню, я к маме пришел, я плакать начал. Я говорю, мам, там вот так вот, я там не занял. Лет шесть, мне пять, может, было. Я все рассказал, я буду побеждать постоянно. И после того момента я ни одну Москву не проиграл. Я постоянно вот... Ну и на втором юношеском, первый юношеский, третий взрослый, второй взрослый, вот выигрывал Москву постоянно. То есть у тебя наоборот получилось, ты не сказал, что я больше не хочу заниматься, а ты наоборот, я буду выигрывать. Да, не хочу проигрывать именно, потому что проигрывать это больно на самом деле. Спорт спортом, а в жизни Женя обычный парень со своими увлечениями и интересами. Любит проводить время с друзьями и смотреть аниме. Вот, кстати, вот у меня толстовочка. Да, из какого аниме? Это, по-моему, из клинка, клинка рассекающих демонов. У меня, кстати, еще с Наруто есть, кто знает. Ну, с Наруто это классика просто бессменная. Наруто я тоже смотрела. Там сюжет реально классный. Когда мальчик, в него никто не верил, он все шел, шел дальше, добивался своей цели и добился в итоге. То есть можно сказать, что ты немножко на себя перенял эту ситуацию? Ты себя сравниваешь с Наруто? Ты будущий Хокагир? Да, 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 да. Расскажи, пожалуйста, какое самое яркое событие в твоей спортивной карьере? Это когда я попал на базу озера клуба. Я не знаю, может быть, тренер меня специально мотивировал, говоря, что ты не попадешь туда. Но я ему всегда твердил, говорил, что я попаду туда вот. Я буду в сборной России в спортивной гимнастике. Если не гимнастика, то? То дюдо. Чего я не удивлена? Это, ну да. Ладно, любимая музыка? Шансон. Не верю. Почему? Напой что-нибудь. Девочка, пай, ты не грусти, ты не скучай. Михаил Круг мне нравится. Пусти ты меня, мама, пусти меня, родная, пусти ведь мне идти пора. Любимый фильм или сериал, который тебя мотивирует? Быстрее, выше, сильнее. Продолжи фразу. Я никогда не... Я никогда не откажусь от своей мечты, никогда не сдамся и никогда не откажусь от говядины. Допустим. Так, что ты скажешь себе маленькому в возрасте 4,5 лет, когда вот ты только пришел в спортивный зал, в гимнастику? Трудись по телеца, у тебя все получится. Каким ты видишь себя через 10 лет? Вижу себя состоявшимся гимнастом, наверное. Почему «наверное»? Говори увереннее. Главная спортивная мечта? В золото Олимпийских игр, конечно. В личном многоборье хочется. Правда, хочется свою вот личную. Команда — это тоже круто, когда вы все вместе. Но хочется, чтобы у тебя была личная медаль Олимпийских игр и золотая. А в отдельных снарядах золото? На коне. На коне? Вот правда, я буду счастлив, если у меня будет Олимпийская медаль на коне. Это что-то, я не знаю, с чем-то. Правда. Женек, никогда не сдавайся. Иди к своей цели. И твои друзья всегда тебя поддерживают и помогут. Мы с тобой. Жми вперед. Мы на тебя очень надеемся. Каждый спортсмен мечтает выиграть медали топовых международных соревнований и как венец карьеры золота Олимпийских игр. К огромному сожалению, в настоящее время участие российских гимнастов на чемпионатах мира и Европы, а также Олимпиаде — под большим вопросом. Но все они, как и наш герой Женя, каждый день упорно выкладываются в зале и тренируют новые программы. В надежде, что когда настанет время, мечты перестанут быть просто мечтами. Татьяна Рассказова, Никита Маминов, специально для Матч Академии.